Всем привет! С вами Ольга и канал BogoArt. И сегодня мы с вами продолжим делать наших котят. В начале видео я хочу вам показать, как я стала делать цветочки. Вот, если вы увидите, они такие малюсенькие, прямолюсенькие, прям очень маленькие. И это не розочки, ну, какие-то другие цветочки, но всё-таки я вам хочу показать сейчас, как я их делаю быстренько, чтобы они уже у нас высохли, чтобы сделать потом веночек нашей девочки, кошечки. Вот, и как я их делала. Так, сейчас я возьму кисточку поменьше. Вот, я вот, помните, я вам показывала, что у меня дырокол такой есть, там он разный, ставится у него величина этих кружочков. Можно сделать просто из-за такого дырокола канцелярского, да, у меня там просто уровни разные, поэтому я сделала один маленький, один большой, и один сейчас вам сделаю, который вот, у него величина, как из, наверное, как из канцелярского дырокола. Вот, и я вот на такой поверхности, я их потом прокрашу уже потом, когда будет, когда высохнет. А сделала я эти кружочки из вот такой вот салфетки нетканой, да, вот все знают, что мы с ней работаем. Вот, и просто вот так вот взяла. Очень просто они делают, эти цветочки. Сейчас я, чтобы пальцами своими не закрывать там вам всё, что я делаю, я буду делать это с помощью пинцета, так вам будет, наверное, удобнее, виднее. И вот так вот клейстером я их промазываю. Они ещё, знаете, кажутся сначала такие великоватые, потом, когда они высыхают, они всё равно сужаются, форма у них, и они становятся... Становятся меньше, и они такие, получается, тоненькие, изящные. Потом, когда их уже прокрасим и покроем лаком, ну, конечно, они ещё больше укрепятся. Прилипла кучка. Вот. Сейчас я их... сформировать можно. Я, конечно, делаю всё это через лупу, потому что я не вижу вблизи. Вижу далеко, а близко не вижу. И здесь вот вот так собрала их в цветочек, так сказать, да, и вот теперь клейстером их пропитаю. Так вот они, чтобы они не приклеивались. Просто пропитываю. Здесь весь этот клейстер высохнет, и его не будет видно. Видите, он сначала такой, как бы, большой получается. Вот. Теперь такой шарик из ватки скаталась прям в такой вот маленький-прималенький. Просто из ваты, да. И я его прям окуну сейчас пинцетом. И вот так вот я это всё дело приклеила. И всё. И оставила подсыхать. И как только оно хорошенечко схватится, подсохнет, я потом его поднимаю аккуратно. Вот. Он на такой гладкой поверхности клейстер не приклеивается. и потом взяла вот так он же он же вот так на плоскости вот так вот плоский, да, получается. Я его потом взяла и таким дотс, который где он у меня сейчас только что был. А, вот он. Вот. И потом просто дотсом вот так вот взяла и вот здесь вот так вот прям в ладошки вот так их продавила. вот такую форму им придала. И всё. И когда он прокрасится, он будет такой вот цветочек. Вот. То есть вообще просто, очень просто. И потом, когда мы уже будем ей формировать венок на голову, да, мы уже как мы делали листики зайки наши весенние, лосью листики делали, да, просто вот так вот приклеили листики и здесь просто сделала цветочку. Цветочки, они даже не будут, наверное, венком, а просто такая будет, как веточка такая цветочная у неё на голове будет лежать. Вот. Здесь у меня всё высохло. Я увидела ваше сообщение, что там что-то с видео. Да, это не моя вина. Это, скорее всего, что-то было с интернетом связано. Когда я скачивала видео в YouTube, наверное, что-то прервалось и осталось в таком состоянии. Ну, я думаю, что здесь всё понятно. Здесь рюшки, воротничок. И если что-то будет непонятно, спрашивайте. Здесь ничего сложного нет, ничего нового. Вот, ручку я просто сделала отверстие, я ещё её не доделала, потому что нужно, чтобы ручки были почти такие же толщиной, нарастить их, как и ножки. Но у них же лапки всё-таки, руколапки. Здесь даже не руколапки, а просто лапки. Вот. Вот. И с цветочком, я думаю, всё понятно. Вот он пока вот так выглядит плоский. И когда он высохнет и будет ещё податливый, я ему придам форму, и они получаются вот такие маленькие. То есть, смотрите, какой он большой сначала. И вот потом, когда он высыхает, ещё продавливающие ему лепесточки, и он получается маленький. И вот этих три цветочка мне достаточно будет. У него голова маленькая. Вот. Так. И с этим всё разобрались. Вот. Да. И брёвнушко у меня такое вот корявенькое как раз как надо. Вот. И сейчас мы будем наряжать мальчика. А потом останется только сделать лапки. и хвостики. И венок уже. Ну, венок можно будет приклеить уже когда мы распишем, чтобы мелкими деталями не пачкать. Вот. И я пока и ручку... Ну, или она не мешает, не знаю. Посмотрим. Так. Ну, и давайте начнём. И мы сначала сделаем такие шортики, трусики семейные или шортики или такие они у него. Ну, в общем, что-то такое. так. И здесь тоже по такому принципу я сейчас буду делать. Мне не нужна здесь особо не нужен особо объём. Вот. Поэтому я вот этот кусочек оторву. И он должен быть у нас достаточно ровный, потому что у нас здесь открытая пузико. И нужно будет вот так вот ещё подвернуть. Но нам нужно ещё учесть, что когда он сидит и у него вот эти шортики, они у него собираются. Да, вот в этих местах они у него должны как бы собраться. И я с таким расчётом сейчас лучше я ему здесь потом наращу пояс, если мне не хватит. вот сейчас посмотрим. Ну вот начну с такого кусочка, примерила, вроде бы всё подходит, а там будет видно. Вот мы сегодня с Манечкой ездили в ветеринарку, ей делали прививки. И мне так её жалко было. Я всегда когда еду в ветеринарку, у нас такой доктор замечательный, она нас уже знает, и она мне всегда говорит, ну что, ты выйдешь или будешь смотреть сегодня? Я говорю, нет, выйду. И Маня не хочет, чтобы я выходила, она беспокоится, я отворачиваюсь, и от того, что она чувствует, я стою и плачу, мне так больно за неё. Она говорит, почему-то там такая иголочка, даже не почувствовала, не поняла, что она такая, ну как бы, Маня довольно такая терпеливая, у меня, вот, и она, и уже знает доктора, она доктора облизала, та ей дала вкусняшку, ну вроде всё нормально, а я расстроена, так, я еду и плачу, мне так её жалко, каждый раз, когда едем в ветеринарку, у нас вообще к животным очень хорошо относятся, и вообще настолько всё бережно и так аккуратно всё, и всё равно мне от того, что ей делают больно, мне, мне, лучше бы мне сделали 30 уколов, чем ей один, вот такое вот ощущение вообще здесь в Америке и в Европе к животным относятся очень бережно, и здесь, чтобы купить собаку, здесь сначала нужно пройти все тесты на психическое состояние, на материальное, на условия жизни, сможет ли человек содержать животное, потому что взять и на этом всё, это ещё не всё здесь, нужно проходить обследование, нужно регистрацию обязательно делать, в общем, непростая эта задача, вот, но, тем не менее, все держат собак и очень любят, вот, кто держит собак и любит их, тот меня поймёт, мы очень подружились с Мариночкой Колпахчан, и мы с ней перезваниваемся, переписываемся, вот, и она мне говорит, что у неё тоже две собачки, что же есть, я говорю, как-то мы с ней разговаривали по телефону, я говорю, я не могу без них жить, она говорит, ты не поверишь, но я тоже не могу без них жить, вот, это тоже две маленькие собачки у неё, и те, кто держит собак и любит, тот, конечно, поймёт меня, вот, и вот здесь тоже нужно подвернуть у нас, потому что здесь мы их примазывать не будем, эти штаны, они у нас идут уже такие с двух сторон аккуратные края, сейчас я здесь в этом случае палочки вот эти здесь не нужны, я их, если они сильно топочутся, я их убираю, вот, и теперь вот так подниму, так, теперь будем смотреть, что дальше делать нам, нам нужно сделать так, здесь, скорее всего, получится из двух половинок у меня, ну, сейчас срочки вытру, ну, вот, 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 так, надо смотреть, как у него пузо там, у него же пузо есть необыкновенной красоты, и нам нужно, чтобы они у него не были спущенные, а именно, чтобы они, ну, вот, талия потерялась у мужчины почему-то от любви к своей кошечке, наверное, талия куда-то исчезла, так, я сейчас смотрю, может быть, придется здесь подделать пояс, вот, как там, поэтому я немножечко их смещу вниз, там лучше подделаю пояс, так, вот, и теперь мне нужно лишнее отрезать, вот туда вот нужно все это хорошенечко заткнуть, так, чтобы не было куска у нас вот этого видно, что из куска он сделан, вот, прям вот так вот туда вот, вот, и вот так немножечко, и вот здесь как раз вот эта вот образованная складка образовалась, я ее вот сюда вот хочу завести, так, и здесь вот нужно будет сделать такой разрез, и вот это вот вот так сюда обозначить, и вот здесь также тоже здесь также складками сделаем, вот этот рваный край пускай пока останется, это будет для второй половинки, чтобы мы могли его примазать немножечко складочки поменьше сделаю, ну, здесь уже пинцетом надо, конечно, работать, вот, спасибо вам всем, что вы пришли на нашу встречу на видеочат, на видеовстречу нашу, я не ожидала, что будет столько много людей, конечно, я не успела ответить в чате сразу, напрямую вам, всем, но потом я все это прочитала, просмотрела, я вам очень благодарна за ваши комментарии, у нас получилось больше 500 человек нас смотрели в прямом эфире и еще после этого в записи смотрели очень много, и я очень благодарна вам за этот за этот чат и за ваши позитивные эмоции, и конечно, я тоже, вы написали многие, что нужно продолжать конкурсы, несмотря ни на что, я, знаете, я тоже так подумала и думаю, да, это мотивирует, несмотря ни на что, мы же в этом пространстве вопреки всему, да, мы как бы нашим пространством таким, мы заявляем о себе, как о людях, которые вне, не то, что вне, а за любовь, за доброту, и поэтому это несмотря ни на что, мы будем продолжать и будем творить нашу нашу доброту как можем, кто как может, тот так проявляет свою свою доброту, вот, вот такие вот у него прекрасные получаются шорты, вот, он какой-то, какой-то он несуразненький по сравнению с ней, она какая-то красавица, какой-то, как в семейных трусах получился, ну, таким я его себе представляла, пусть будет таким, так, а здесь у нас здесь даже без загиба нам нужно длиннее, чтобы у нас хватило еще ему на попу вот сюда, чтобы у него вот так вот они были, вот, и поэтому я пока загибать не буду, а там, поскольку будет все равно ремешок, не ремешок, а пояс, то там будет закроется все, все погрешности, вот, вляпалась, и вот так проглаживаю, немножечко прижимаю, конечно, когда поверхность чистая на тарелочке, то оно не должно так тянуться, вот, а поскольку она у меня уже в клейстере, эта тарелочка, я ее да, кто-то меня совсем по-другому представлял, другой совсем, и даже пытаются, мне посоветовали, что мне нужно изменить прическу, подстричься, вот, спасибо, конечно, за совет, я надеюсь, что я останусь такой, какая я есть, и мое душевное состояние, и мой внешний вид меня вполне пока устраивают, может быть, со временем я что-то поменяю, ну, но, как говорят американцы, not today, не сегодня, вот, все, аккуратно примажу, и вот теперь я смотрю вот эти свободные краешки, я их пока вот так немножечко подогну, чтобы они потом не прилипли к спине, и чтобы мне там объем уже не нужен, я не хочу, чтобы они там у меня потом, чтобы спину разглаживать, а вот чисто делаю пока, просто пока делаю шортики ему, вот, и теперь, чтобы поднять, я немножечко смочу кисть и аккуратненько вот так поднимаю, потому что полотно тонкое, поэтому я его сейчас на весу попробую, на весу не получается пригладить как следует, поэтому я его все-таки вожу, и с этой стороны еще хорошо промажу, вот, и теперь подниму, теперь оно промазано с двух сторон уже, и аккуратненько поднимаю, так, и вот теперь этот край немножечко неровный, я хочу его чуть-чуть еще подровнять, потому что это у нас будет вот этот вот краешек, который свисает, да, на ножках у него, и поэтому я хочу немножечко еще его поднять, вот так, вот, и теперь втираю ручку и смотрим, нам главное, чтобы вот этот край совпадал вот с этим, да, приблизительно, пусть он даже, ну, если будет повыше, это нормально, потому что, поскольку сидит, у него, соответственно, штаны натягиваются на попе, и мы его если прям немножечко, то ничего страшного, так, и я сейчас смотрю, мне нужно соединить сначала это все дело, ой, вытянула вот этот край немножко, но ничего, так, я здесь придерживаю и сейчас вот этот край, вот так вот я его оборву немножко, так, много взяла, клейстера и это все вот так вот здесь вот эти волокна все нанесу сюда, а вот здесь все разглажу, так, некуда глаз положила опять в воду, кисточку и вот так вот потихонечку, да, вот здесь уже хорошо загладить надо так теперь нам нужно сделать так, чтобы вот этот вот край немножечко его подтяну сюда, вот и вот так заглажу и теперь вот этот край нужно соединить вот с этим на штанинке вот здесь вот чтобы они соединились, встретились задняя половинка с передней половинкой должны встретиться вот так вот здесь потом можно будет кусочком ваты это все залатать, это все не страшно, вот здесь потом еще пройдусь кусочком ваты здесь у него такая получилась складка такая живописная очень вот и они вот так у него висят потом когда подсохнет я возможно еще вот здесь немножечко пройдусь ваткой чтобы подровнять чуть-чуть вот здесь мне не нужны складки он будет все равно там сидеть так и теперь также вот эту сторону сначала я прежде чем отрезать ее я вот эту вот часть немножечко подтяну так потоньше кисточку и и теперь также вот эту вот часть вот так ее подтяну и здесь тоже потом нужно будет пройтись вот этот стык вот этот вот закрыть можно в принципе и здесь же у нас загиб идет идет и можно его принципе вот так вот просто выровнять так чтобы здесь толщины большой не было вот вот памперс получился ну такой пока вот так и сейчас я сначала заведу здесь а потом буду там уже выпрямлять и вот теперь мне нужно посмотреть чтобы туда вот зайти за складочку и в то же время оставить свободный край и я должна это теперь подрезать с учетом что у меня будет там вот так сейчас этот кусочек нам пригодится и теперь нужно это все у нас должно зайти вот туда вот в эти складочки даже здесь многовато сейчас я сначала вот так вот прикину так я вот там чувствую да чтобы оно туда все зашло и здесь нужно мне оставить не чтобы было не в натяжку а вот так же как здесь не в натяжку а вот так вот чтобы они немножечко свисали даже наверное может быть вот этого достаточно будет сейчас посмотрю ой засунула так что не могу теперь сдвинуть и пинцетиком вот так подтягиваю сюда чтобы примерно вот они как будто бы там внутри соединились и теперь там нужно подлезть стеком можно можно было проще сделать размочить эту юбочку немножко намазать ее и потом отодвинуть да вот так ее просто подвинуть сюда туда вот подоткнуть вот этот вот кусочек и потом снова все подпрямить чтобы оно все аккуратно высохло можно так сделать а можно помучиться как я и не делать так вот немножечко вот так подоткнула туда и вот здесь вот так вот вот так выгнула немножко вот и все вот и справились так и здесь вот здесь вот лишнее вот это вот еще лишнее чтобы убрать вот здесь я еще это отрежу чтобы оно просто туда его подтянуть да видите поскольку они у нас очень любят друг друга и совсем прилипли друг к другу поэтому немножечко по-другому мы их одеваем все можно сделать потихоньку вот зато так они получаются более живые такие что там штанина у него подмялась немножечко под юбку ничего страшного здесь это все потом при росписи ну вот когда люди вместе садятся или кто бы то ни было да когда все равно в одежде она же она же так приминается когда обнимаются люди вот она же не может опорчиться так как будто бы все хорошо с одеждой вот и поэтому мы делаем такой вот бутафорский такой вариант одежки вот и поэтому подольше если бы конечно он был бы полностью край этот свободный то мы просто обернули и как бы все все хорошо вот и вот здесь сейчас нужно очень хорошо прижать потому что иначе у него будет попа слишком огромная он же мальчик зачем такая большая попа нужна нужна и мы вот так вот поэтому вот это вот лишнее все я сейчас ее подниму просто и отрежу мне не нужен здесь объем вот здесь это просто получается вот этот объемчик убрать он нам лишний будет здесь и вот эти волокна тоже мне не нужны и вот так потихонечку почтальон пришел как раз в это время рукаются на него на нее вернее на машине приезжает почта у нас и так и вот теперь нам нужно вот это все здесь аккуратно подровнять я вот кусочек возьму вот я не знаю буду я ему пояс делать здесь или нет можно его просто будет продавить и будет такой вот ой да я сейчас как раз вспомнила повернула их попой к нам и вспомнила что у меня попросили рассказать какой у меня ширины попа получилось у них две вот у меня получилось где-то восемь с половиной да это вот вот так вот и вот так в ширину если то два с половиной примерно здесь вот у него чуть побольше не но у него тоже два с половиной получилось 2,7 может быть вот у нее как-то поуже попа получилось так и я хочу что сделать вот теперь подверну вот этот край отрежу немножечко вот здесь это истончить хочу чтобы не было толщины такой ненужной и вот здесь аккуратненько вот до тех пор где у меня заканчивается этот передняя часть то я ее до тех пор сейчас и подтянула вот она у меня вот до этих пор где-то вот и я лишнее ой лишнее сейчас отрежу вот и здесь уже можно полностью все аккуратно не боясь хорошенечко примазать и потом так вот все хорошо примазала и теперь стеком я уже здесь все хорошенечко подоткну и уже сформирую вот этот край сделаю таким более ровненьким вот у него вот здесь это еще вот такие вот должны быть да когда подсыхает ватка уже клейстер подсыхает то вы знаете что намного легче сделать уже вот эти складки сейчас пока они еще мокренькие ну вот я их потом еще сглажу вот здесь это тоже нужно будет все еще мне вот эти вот эти вот стыки чтобы как эффект памперса не был нужно будет вот вот здесь вот эти стыки нужно будет потом когда высохнет еще пройтись ваткой чтобы вот прям вот ровненько вот так здесь было так и я вижу что у меня внутри вот здесь это тоже вот этот край состыкованный свободный оказался вот его тоже нужно будет ну когда подсохнет сейчас все шевелится это все нужно будет просто подгладить подправить ну и конечно складочки немножечко их сгладить чтобы они не были острые такие прям и вот они у нас должны идти прям вот сюда вот но поскольку я здесь буду все равно еще ваткой добавлять я потом еще немножечко доформирую чтобы они у нас прям сюда шли и вот здесь немножечко на пузике такие пару складочек таких сделать небольших так чтобы показать что оно у него здесь так вот не знаю может я сделаю еще ремешочек это уже я думаю посмотрю когда высохнет потому что я сейчас еще не знаю возможно просто вот так продавить нужно будет и вот так вот аккуратненько показать это все возможно нужно будет сделать складку я буду это уже посмотрю когда подсохнет сейчас немножечко хочется подтянуть вот и такие вот у него получились трусики и маечку нужно сделать ему теперь маечку так куда его теперь класть пока вот так вот я чтобы сделать маечку должна сначала здесь все вытереть чтобы я могла его сюда класть хотя бы немножечко так вот эти вот уберу махну махну всякие так маечка делается вообще просто прям мы не будем ее формировать прям вот как маечка так прям сейчас мы быстро все это сделаем как простите как да что ж такое когда говорю вот обязательно сейчас я глоточек сделаю вот и здесь гораздо все проще будет у него майка примерно вот так вот здесь и так же здесь с этой стороны смазываю потом лишний клея его просто затрется он просто и все и теперь что нужно сделать нужно взять такой вот прям тоненький кусочек я его вот так вот прям накладываю на дружку вот и теперь я его должна пропитать клеем так и теперь хорошенечко хорошенечко промазать и теперь нужно его поднять вот с этого края и вот так ровненько его загнуть но вот этот вот край который мохнатенький его нужно очень хорошо не вот этот ровненький край а вот этот именно очень хорошо вот так вот его приклеить к нижней части и здесь эта палочка вот эта она сейчас здесь к чему я ее подниму и теперь аккуратненько так поднимаю так сейчас я вытру руки чтобы я могла сформировать аккуратненько все и теперь теперь и теперь нужно так это получается он очень широкий сейчас я вот такую полосочку вот этот лишний край я его отрезаю ой едет сигналка сейчас если начнется у меня здесь паника то я отключусь ненадолго если нет лялечка обиженная потому что мы ее она думает что мы ходили на улицу и ее не взяли она у нас обиженная ни с кем не разговаривает и не идет даже сюда поэтому она даже не реагирует на сигнальную машину потому что ей обидно только сказала это я сглазила называется не успела она уже проехала машину да лялечка ты не успела да доча тебе обидно да моя хорошая обидно да и вот теперь мы просто вот такой делаем кантик ляля ляечка нельзя ругаться так и даже его пониже надо потому что у него там пониже немножечко вот так вот тоже сделать руки у меня уходят прошу прощения вот так чуть-чуть пониже сделаю и вот этот вот этот край я его приклаживаю а вот этот край оставляю свободным чтобы показать живость такую да этой майки так а здесь наоборот на плече приглаживаю вот этот край а этот оставляю вот и теперь вот здесь вот я его полукругом тоже вот так вот завожу если здесь не хватит толщины я потом добавлю вот здесь по плечу я примазываю сверху а вот здесь вот вот этот свободный край в принципе его можно даже просто вот вот растянуть здесь не имеет значения какой он толщины на самом деле потому потому что у нас у нас получится ой штаны 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 у нас получится так вот здесь вот тоже палочка палочка здесь здесь просто такие тонкие детальки и здесь не нужны вот эти палочки если они если они у вас попадаются в льняной вате они здесь нам не нужны вот но здесь нужно примазать но край обязательно нужно оставить четким примазать но край оставить четким вот здесь и вот здесь и вот в этих вот по краям края краеш краешках вот этих а вот эти нужно примазать до сам до нет на нет вообще вмазать просто туда так хорошенечко вклеить вот эти вот краешки и вот это вот уже уходит туда и я его видите как вот этот край для чего я так делаю чтобы показать объем здесь потому что отсюда у него будет ручка идти он же ее еще обнимать будет и здесь нужно будет показать что у него здесь тоже майка что она немножечко выглядывает так как так получается сейчас когда будем руку делать вы все поймете что я здесь задумку какую задумала вот и то что штука тянется подсыхает на этом вот и теперь когда опять-таки это все подсохнет нужно будет все это хорошенечко разровнять так теперь что а здесь у нас получается здесь у нас получается вот этот вот краеш немножечко должен быть вот так вот свободным это у нас получится имитация как бы лямка вот это еще не все теперь нам нужно будет вот здесь еще обозначить такой же полосочкой обозначить как вырез рукава пройму да как бы там рукава нету просто одна пройма мы ее должны будем тоже обозначить и с той и с другой стороны и видите когда одеваем таким бутафорским способом то это это несложно но просто это по-другому просто здесь нужно немножечко понять представлять и как бы как будто рисунок да вот и такое так такая вот полосочка и это все нам вообще по большому счету да кто не хочет даже можно просто эту майку нарисовать на теле да то есть даже можно потому что игрушка у нас наивная такая да то есть несложная можно просто нарисовать на прям на этом на заготовочке прям просто маечку нарисовать просто правильно и все вот и даже не мучиться с этими проймами вот ну те кто все-таки захочет помучиться как я то тогда вот таким вот способом вот вот вторую кусочек и сначала сделаю вот здесь одну пройму вот все как по картинке вот у него как нарисовано вот так я и делаю приблизительно да ну стараюсь как бы следовать тому что я там сама набросала вот и подразумевается что у него рука как бы сюда да вот поэтому здесь пройму видно совсем совсем такой прям намек просто на пройму там ее практически как бы и не видно ну раз уже начала делать да можно было в принципе вообще просто подкрасить прокрасить и аккуратно сделать так светотени и и все ну тогда он у нас какой-то ущербный получится это у нее там рюшки у нее там у кошечки всякие воротнички там рюша не одна еще у меня там ленточка будет еще у нее цветочки а он прям вообще такой трусы надели нарисовали и все бедный мужчина наш получается очень ущербный да в этом плане поэтому не будем никого дискриминировать раз у нее красота у него тоже своя красота будет вот в таком понимании у каждого своя красота каждый видит свою красоту по-своему здесь потом светотенями все это подкраситься и не будет здесь никакого такого монолитного ощущения вот немножечко вот так вот пройму эту подсогну вот так когда оно подсохнет уже там будет вот эта вот фактура да видно что что там есть видите вот что там есть пройма но она ушла туда вот в заднюю заднюю часть уходит вот и теперь нужно сделать то же самое вот здесь вот и то же самое обозначим потом внизу просто обозначить и так вот здесь тоже нужно будет аккуратненько оно у меня как-то перекрутилось ну ничего это все формируется потому что здесь следовать с каким-то инструкциям правилам как правильно как нет я конечно не буду вот оно вот так у меня завернулось я его просто вот так должна обозначить здесь помните как у маяк был так круглый такой какой-то был вырез и вот его нужно как-то обозначить сейчас я сначала вот это все сглажу вместе и потом уже кисточкой это все потом еще когда подсохнет вот так все аккуратненько еще подверну чтобы потом это выглядело более-менее объемно аккуратно здесь вот попадаются палочки здесь настолько все тоненькое что они будут торчать их потом никак не убрать и при росписи даже они будут видны вот и вот здесь тоже такой же поем а вот этот край вот этот мы его должны замазать полностью так у меня же есть пинцет и я сейчас пинцетом быстренько все это сделаю насколько это возможно быстренько попадаются эти палочки их можно убрать они не дают мне сформировать аккуратный край палочки вот эти вот и стеком теперь лучше вот так вот взять и все подвернуть конечно по сырому пока сложновато когда высохнет конечно я еще это все как следует подверну вот и вот этот край обязательно нужно видите пока сырое а я буду его поскольку буду его надавливать оно будет вот так вот деформироваться поэтому ну здесь все понятно я думаю вот когда подсохнет немножечко еще его нужно будет и вот здесь вот тоже чуть-чуть еще бы я подогнула вот ну и вот этот вот край тоже чуть-чуть здесь краешку так ладно это все можно будет потом и теперь что теперь нужно сделать будет вот так же здесь вот этот вот край обозначить ему вот эту маечку да вот и я сейчас должна взять уже другой кусочек потому что здесь уже не хватит можно и просто вот такими вот по кусочкам вот так не обязательно весь пласт таким вот из нескольких из нескольких частей сделать так же как трусы первой и передней и заднюю часть точно так же и теперь все промазала как следует теперь нужно еще хочу немножечко помазать и теперь ой как немножко смочу кисточку и ляечка храпит моя девочка все успокоилась здесь вообще не обязательно здесь даже знаете вот такими вот кусочками можно прям вот меня вдруг осенило не обязательно вот их складывать там сидеть что я размусулила вот стало последнее время о чем-то думаю и здесь вообще все формируется на самом деле же очень просто нам же не нужна такая прям идеальность здесь да и вот у него майка вот здесь на пузике сейчас я это лишнее отрезать ай-яй-яй потянулось все я всегда ножницы ну не всегда иногда забываю воду опускаю чтобы они ими можно было работать потому что они на них налипают насыхают налипают и потом невозможно отрезать тянется все вот а тут когда водичку я их опускаю они отмокают меня и вот здесь тоже вот здесь вот прям тоже подоткнуть как следует туда и все и вот вот здесь вот как у него сложилась судьба вот с этой майкой вот так пусть она так и будет прям вот таким вот живописным таким кусочком и все я это все просто промажу сверху и вот этот край свободный который у нас прилегает сюда вот чуть-чуть вот здесь вот так вот все это сглажу так прям на нет вот здесь у него такая пускай будет складка здесь вот пузырится прямо такая красивая получилась вот и точно так же а здесь у него немножечко она спускается вниз вот так вот потому что у него только на пузе она так так собралась и поэтому я прям вот таким вот кусочками возьму и буду дотягивать буду теперь вот здесь здесь немножечко ниже спущу спущу майку она как бы идет у нас вниз вот так да и поэтому здесь уже складок меньше но все-таки они еще есть и вот таким вот живописным образом быстренько вот так вот все здесь здесь где-то она легла неровно не нужно ее прям так не обязательно прям так ровно пускай она здесь тоже где-то присобралась немножко да но все-таки здесь пониже и где-то у меня здесь еще лежал кусочек такой так где у нас край получается вот и вот здесь вот тоже прикладываю эту кисточку взяла и туда тоже все подоткнуть и здесь свободный край просто промазать так сейчас я здесь аккуратно все стеком придавлю вот просто отделить и вот этот вот свободный край весь нужно хорошенечко сюда весь примазать и теперь я возьму кисточку другую она у меня такая знаете твердая синтетическая вот эти тоже синтетические но они такие мягкие а у меня вот это прям она очень такая твердая когда мне нужно хорошенечко так придавить вполне этой кисточкой можно так вот и теперь нужно вот эти вот все стыки уже соединить сухой ватой тонкими вот такими пластинками вот так просто это все сгладить таким образом показать что это один одна одно целое то что это материал и чтобы там не было таких визуальных таких стыков и здесь уже нужно там надо было смазать на сухую тянется вот и вот это вот все теперь вот эти все стыки все проймы пройтись тонким кусочком ватки чтобы все это аккуратно сгладилось у нас и не было видно мест приклеивания вот этих и то что мы здесь собирали и таким образом у нас и объема не будет и в то же время визуально он будет но на размере его тела на размере его талии это никак не отразится вот и ага я забыла здесь сделать пройму продолжение вот этой проймы да забыла сейчас так вот увидела и вспомнила думаю может там ручка будет а как же мы его вот и в таком случае я просто вот эту вот вату которую мы нанесли я ее просто вот так вот вот здесь соберу и тоже такой полукруг сформирую все и когда вот здесь тоже будет рука у него сейчас немножечко еще пойму чтобы ручка поместилась у него ну вот и все в принципе здесь уже и все будет готово может быть когда немножко подсохнет чуть-чуть еще здесь подсобрать вот так в принципе здесь обозначили и при росписи здесь будет все очень гармонично выглядеть вот и нам главное теперь класть кусочки вот это там где у нас вот эти вот места стыков вот здесь видите я вот это вот нижнее загладила и теперь нужно точно так же здесь загладить и у нас получается такая маечка опять-таки повторюсь что все когда подсохнет все еще нужно будет подправить еще поярче обозначить вот эти вот места стыков чтобы у нас все было аккуратно все равно пока мокрое она все равно еще дышит шевелится вся удобно немножечко так делать вот здесь все равно оставить оставить свободный краешек так а здесь уже нужна другая кисточка и вот так я меняю постоянно кисти да я за кадром девочки и мальчики делаю какие-то тоже работы вот я за кадром делала мальчика с корабликом сейчас делаю девочку потому что я оттачиваю лепку и я сейчас делаю девочку я их вам не показываю в эфире потому что ну как-то они сделали этот мальчик сделан по принципу как мы делали зайка плюс зайка просто образ другой да ну как бы и потом я когда делаю за кадром я хочу немножечко сосредоточиться и я таким образом отдыхаю немножко потому что когда я под камерой я должна контролировать руки еще что-то камеру там еще процесс да и говорить и от этого конечно не всегда отдыхаешь вот а хочется просто как я вот вам говорила в эфире мне хочется уйти в себя и продумать образ и я поэтому не делаю его когда я делаю вот здесь да с вами образ у меня уже продуманный и он у меня на на иллюстрации или на эскизе а там то что я делаю я делаю без иллюстрации без эскиза и я поэтому по ходу делаю что-то и таким образом я могу что-то поменять я могу что-то и показывать это в эфире как бы да вы если будете повторять я буду делать одно потом мне не понравится а я уже не могу изменить потому что ну вы уже если начали делать со мной то это будет как-то ну когда вот было такое в эфире когда я вам видео снимала когда что-то меняла потом да вдруг потом у вас такой конфуз а что делать вы же вот так хотели я ну как бы начала так а вы раз и изменили изменили траекторию полета вот чтобы и поэтому я не могу расслабиться полностью когда я продумываю образ и потом это будет образ про образ это знаете когда я буду делать большую какую-то работу такую уже серьезную я сначала делаю ее не всегда но вот сейчас делаю ее сейчас простите делаю ее сначала вот сейчас делаю как миниатюру это даже это даже не не всегда из ваты да я делаю и из другого материала вот и я что-то должна для себя понять и поэтому я не делаю эти игрушки в в эфире да в открытом доступе вот и это даже не столько игрушки сколько это будет такой тренировка образа такого как потому что когда я буду делать уже большую серьезную работу я уже не повторю тех ошибок которые я сделала при таком экспериментальном таком тренировочном да образе вот я смотрю как это будет выглядеть кукла как будет в миниатюре и поэтому выбираю позу выбираю что-то забраковываю и просто остается она игрушкой вполне возможно что она никогда не станет большой куклой ну по крайней мере она останется у меня в игрушке да этот образ на елку там или на дерево на моё которое я никак не могу уже закончить вот поэтому я не обижайтесь я таким образом создаю какой-то образ свой и они вот вот этот мальчик он из ваты который с корабликом вот у него только лицо слеплено из ладова премьер вот а девочку я делаю по-другому она не будет наверное скорее всего ватная может я её просто одену ватой потому что я её мне главное сейчас слепить образ мне нужно видеть визуально как он будет выглядеть поэтому я я меняю ей уже третий день я меняю ей выражение лица выражение глаз что-то подправляю я вечером делаю мне нравится я утром просыпаюсь мне не нравится я что-то меняю и поэтому я не показываю вам потому что я постоянно что-то меняю вот не потому что мне жалко нет просто иногда хочется просто сидеть и не думать про камеру и просто уйти так свою какую-то нирвану вот таким образом у нас получилась маечка и все здесь подправлю конечно еще доработаю ну я думаю что вам уже это уже все по плечу и ой таких заик девочки вы выкладываете и мальчики мальчики еще не выкладывали но я мальчикам напоминаю что девочки таких таких заик повыкладывали уже фотографии и фотографии стали делать качественные спасибо вам огромное что вы меня услышали и начали мне отправлять их личные сообщения что упрощает мою жизнь и экономит мое время драгоценное и ваше тоже вот и я рада что вы меня стали уже прислушиваться потому что я в каждом эфире повторяла я думаю что на белом фоне в мои личные сообщения фотография та которую вы бы хотели видели все чтобы она была качественная чтобы могли все разглядеть и оценить потому что мы все равно будем делать наши конкурсы наши галереи чтобы радовать людей которые смотрят и восхищаются вашими работами мои дорогие и я очень рада я я необыкновенно счастлива от того что у вас получается и это есть результат того что я моего посыла вам да и вы мне отвечаете вот этим вот тем что вы делаете работы что они значит вам нравится и вы продолжаете да и я знаю что сейчас лето я уже повторялась что летом мало у кого будет времени на игрушки вот и поэтому я буду выходить уже в эфир реже но буду выходить потому что буду делать для своего проекта и буду с вами делиться это будет не елочная игрушка это будет не игрушка это будет я уже сказала это будет такой арт объект она будет большая это этот это этот персонаж да и я наверное покажу вам уже уже сейчас не буду у меня руки уже грязные не грязные а в клейстере покажу вам уже на занятии на следующем когда мы уже будем расписывать вот расписывать наших ну вот что у нас получается так мне кажется что у него здесь немножечко пузико пупок чтобы был виден возможно здесь придется мне еще пройтись точно так же сделать резинку ему чтобы чтобы они были немножечко поинтересней и вот не забуду конечно вот эти вот здесь вот когда подсохнет вот здесь это подровнять вот ну в принципе уже уже пойдет так и что нам останется сделать здесь это я думаю что я уже сделаю и вы сделаете без меня если у вас такая же вдруг получилась а если стыковка панталонов произошла у него шиштанишек в нужном месте вот то если произошла правильно то не надо там ничего наращивать просто склеить и все вот и сейчас что нужно будет сделать я вам просто покажу так это я отставлю сейчас уже это не нужно вот я вам сейчас покажу как мы будем выставлять ручки и хвостики вот и там уже одну покажу ручку и я думаю что дальше уже вы справитесь вполне так у меня готовы вот эти заготовочки которые я вам показывала да почему у меня их три а ну правильно ноги-то у нас уже готовы вот получается что одна у него рука будет вот здесь да даже ее немножечко вот сюда вперед вот видите здесь когда вата размокла ее проткнуть практически невозможно поэтому это нужно конечно дать высохнуть и я вам просто тогда сейчас покажу это это невозможно сделать сейчас они у меня и у меня мокрые ребятки мои ну вот смотрите вот здесь по картинке вот нужно будет таким образом уложить ему ручку чтобы он дотянулся до нее хотя бы вот так вот по большому счету по хорошему конечно нужно ему сделать эту ручку я немножечко здесь немножечко здесь сделала близко рука у него должна быть вот как у нее даже чуть-чуть ближе то есть вот эта пройма мне ее придется немножечко вот сюда вот еще сдвинуть сдвинуть то есть вот таким вот образом потихонечку сдвину туда ну потом я это все подправлю мне главное чтобы вы поняли принцип потому что он немножечко как бы наклонен в ее сторону как будто бы да поскольку у нас это такая игрушечка мультяшная такая простенькая наивная да то мы просто это все имитируем не нужно мне точный поворот как мы делали деткам там или еще что-то вот и я никогда не делаю вату там где я должна воткнуть вот эту часть в отверстие я никогда не довожу ее до конца чтобы можно было там дорастить еще при приклеивании и вот поэтому я вот сейчас должна посмотреть как он будет ее обнимать вот и теперь нужно вот эту ладошку немножечко вот так вот выгнуть чтобы она у него была не на весу а и в то же время нужно поймать такой момент здесь здесь локоть немножечко вниз не не вперед мы его выгибаем а вниз вот вот это что касается у нас вот этой ручки а сзади она у нас выходит отсюда так сейчас я попробую показать здесь вот посильнее тут вот и обязательно она должна у нас выходить на внешнюю часть композиции да Но девочки, он все обнимает ее. И нам нужно обязательно, чтобы эта ручка была у него видна. Вот таким образом. И здесь тоже обозначить нужно локоть. Возможно, у него ручки будут длиннее немножечко, чем у нее. Ну, для того у нас и вот этот вот свободный проволоку, который мы можем показать. Вот так вот оно должно выглядеть здесь. Значит, сзади, где-то вот так оно должно выглядеть. Значит, сзади нам нужно будет как-то это показать. И вот эта вот часть получается у меня немножечко большевата. Здесь же еще нарастится ватка. Вот, я ее так вот прижму. И теперь я здесь тоже не смогу проделать. Хотя, может, и смогу. Надо попробовать сначала. Вот, прям вот здесь вот. Если у него, так, смотрим, чтобы они были на одном уровне. Ой, ребята, извиняюсь, чтобы я... Я кошечкам. Чтобы я вас не сломала и не покоробила нигде ничего. Не испортить. Так, вот, проделала. Очень тонкое оно. Вернее, короткое. Оно не глубокое. У меня не получается. У меня пока его туда... Это отверстие. Я его просто расширю пока. Вот. Ничего. Все это потом поправится. Вот. Нужно, чтобы так согнуть. Чтобы вот этот вот, вот эта его ладонь смотрела на внешнюю сторону. Так. И опять я неправильно согнула локоть. Не вперед его надо. Сгибать, да? Не вот так вот, а... Вот таким вот образом. Нужно согнуть. Вот. А вот эта часть должна зайти уже в отверстие, да? Вот. Вот. Теперь уже что-то похоже. И вот здесь уже нужно будет регулировать, подправлять, как нужно вывести ручку, так, чтобы ее было видно. Вот здесь вот. В общем, когда это все подсохнет, нужно будет здесь очень плотно все поджать. Да, прям вот туда вот, вовнутрь. Сейчас я не могу, я здесь все собью, всю майку. Ну, вот примерно вы поняли, чтобы он ее вот так вот приобнимал здесь. Вот. Это у него будет одна ручка и вторая, да? Да, и здесь, я надеюсь, у вас, вы здесь разберетесь, уже все понятно. И хвостики. Почему-то одного хвостика не хватает. Не знаю, куда. Вроде все заготовки должны были быть на месте. Почему-то одного хвостика нет. Ну, ладно, нет, так нет. Я одним хвостиком покажем. Вот, где-то... Можно вот здесь вот под рюшкой вот так сделать отверстие, да? И хвостик. Дело в том, что я не хотела, чтобы у них были такие длинные конечности. И поэтому я их сделала покороче, но оставила вот этот вот свободный край на всякий случай, да? Так бывает, что невозможно так сразу угадать, подгадать. И даже у него, смотрите, здесь по картинке у него руки длиннее. Но поскольку я делаю по шаблону по-другому, то есть картинка у меня, иллюстрация, она больше, чем сама игрушка. Потому что шаблон я делала такой, чтобы он у меня был на ёлку. А иллюстрация уже просто, как получилось, да? На комфортный мне, комфортный размер просто выбрала. Вот. И поскольку я хотела, чтобы они у них были сердечками такими, то хвосты, конечно, должны быть длиннее. Если вы будете делать сердечками, то они должны быть соответственно размером, да? Вот. А поскольку у меня, наверное, так не получится, то, может быть, мне придётся их просто переделать по размерам, да? Вот. И хочется, чтобы здесь показать такую пышность хвостика в то же время. И чтобы это было, выглядело сердечком. Ну, вот, если я вот так вот примерно возьму, то... Сейчас я попробую это как-то изобразить, да? Ну, вот, он должен быть тогда вот такой. И тогда второй должен быть точно такой же здесь, да? Чтобы они с сердечком были. Ну, или хотя бы, если даже они не сойдутся с сердечком, как бы, да, то хотя бы, чтобы был намёк на это. Что тоже будет неплохо, я так думаю. Вот. И поскольку, видите, здесь подразумевается, что у неё хвостик должен быть вот здесь. То есть он не дотягивает, не дотянет до сердечка. И я ему просто такой же хвостик сделаю вот так вот. То есть у меня, у неё получается... Сейчас я пока вот так зацеплю. Вот здесь вот, как бы, да? Вот. Подразумевается хвостик. И у него уже посередине вот здесь вот. Ну, вот так вот. Вот. Мне просто хотелось, чтобы это была стилизация такая, да? Я не добиваюсь же такого, такой натуральности, да? Вот. Ну, уже будет один здесь, один здесь вот так. Ну, уже не будут такие верёвки, как на моей первой работе. Такие червячки кругом. Вот. И здесь такой же сделаю хвостик. Да. Вот. И давайте я уже, раз здесь уже у неё ручка, просто покажу, до какого размера её нужно будет. Видите, она у меня уже так там плотно. Она даже не хочет вылазить. Она еле вышла. Вот. И просто покажу, до какого размера мы её набираем. Они должны быть почти одного размера толщины с лапками. С нижними, да? Ножками. Вот. И поэтому... Я уже показывала вам, что я всё это сняла, то, что с его лапки, то, что я там хотела ему что-то ещё добавить. Я всё это сняла, мне не понравилось. И пусть при росписи мне как-то вот хочется, чтобы как на картинке было, вот как я представляла их. Пускай они такие и будут. Вот. Здесь, как вы понимаете, здесь ничего нет сложного. Просто хорошо примазываем. И здесь даже локоть не надо делать. То есть, настолько простенькая вот эта вот рука в исполнении, что здесь не надо никаких локтей делать, ничего. Просто главное, чтобы равномерный был слой ваты. Не было, чтобы волнами, да? Вот это самое главное. Остальное здесь всё очень достаточно просто. Потом, когда мы будем расписывать, уже всё это обозначится. Где-то будут светотени, где-то светлее, темнее, чтобы игрушку сделать немножечко более интересной. Ну вот. И вот в таком положении теперь. Вот у меня здесь всё как бы ровненько. Здесь я специально не наращиваю, потому что сейчас, когда мы будем ей соединять плечо, то оно там уже нарастится путём того, что мы будем... Так, и вот теперь... Сейчас я возьму тоненькие вот такие вот круглогубчики, чтобы опять эту лапку туда... Да, сначала я не могла вытащить, а теперь, конечно, я её не смогу вставить. Ну, на место. Ну, пожалуйста, ещё чуть-чуть. Вот так. Умничка. И вот теперь нужно её поставить в прежнее положение. Вот, да, толщины вполне здесь нормально, достаточно. Мне не нужно, чтобы она была толстая у неё лапка. Здесь, видите, всё очень просто на самом деле. Вот, и хорошенечко её туда вот так вот вдавить надо. И... Так, немножечко нужно её, чтобы она не висела так. Нужно её немножечко... Совсем чуть-чуть. Не локтем вперёд, чтобы она была, а немножечко локоть назад. Вот так вот. Видите, я её прокрутить там уже внутри не могу. И поэтому... Вот. Такая лапонька. Кусочек листер попался. Хорошо, я её приклажу. Вот. И останется здесь только плечо нарастить. И то же самое сделать здесь, когда вы вклеите и выставите ручку. Потом нужно будет только плечики нарастить. Здесь плечо я показываю. Я знаю, что вы уже... Те, кто со мной давно делает, уже всё это знаете. А те, кто только недавно, я просто покажу, что нужно место стыка вот здесь. И вот эту вот часть нужно ещё будет место соединения нарастить нужно будет, да? Вот здесь это плечико такое как бы... Но не делать его таким выпуклым, таким большим, как у людей, да? Такое ярко выраженное плечо. А просто вот здесь мы его сгладим. У меня попадаются какие-то вот эти вот... Сейчас кусочек уберу. Там прям чёрная палочка такая попалась. Вот здесь мы просто сглаживаем. Вот в этом месте, да? Просто вот так вот прикладим, чтобы стык закрыть. Нам плечо не нужно. И нам нужно как бы показать такую же толщину, да, продолжение на ручке. Поэтому мы просто вот уже вовнутрь туда подтыкаем ватку вот так. Вот там, где нам нужно вот здесь сравнять. И уже вот здесь вот мы выглаживаем. То есть рука или лапка, да, прилегает к телу, к платьишку. И потом вот здесь вот... Сейчас я доделаю их сначала, покажу. Она же не может быть приросшая к платью, да? Нам нужно просто будет обозначить, что у неё платьишко вот как здесь вот с коротеньким... Ну, даже не с рукавчиком, а такое безрукавочка такая. Я специально сделала попроще модель платья, насколько это было возможно, чтобы можно было... Ну, не нужны здесь рукава, потому что здесь лето, лапки. И как-то мне не зашли сюда рукава, на мой взгляд. Вот. И вот видите, вот такой бугор получился. Вот теперь его нужно хорошенечко вот так вот расплющить. Вот. Чтобы толщина лапки осталась. Но объём, чтобы уменьшился. Вот. И я вижу, что вот здесь вот ещё немножечко кусочек нужно маленький. И сюда уже всё заглаживаю хорошенько. Примазываю, чтобы не было, главное, свободных волокон, висящих в воздухе. И они должны быть все примазаны аккуратно. Вот здесь вот так вот всё. Смотрю, чтобы там тоже внутри лапки, вот здесь под лапкой, да, чтобы тоже все волокна, чтобы они хорошо прилегали и проклеились. Потому что потом при росписи это очень нехорошо, когда они висят в воздухе. И при росписи это становится ещё более видно. Пока оно всё вот такого белого цвета, да, ну такого вот, такого кремового цвета, да, оно ещё не видно так сильно визуально. Ну, когда оно уже при росписи, это очень видно. Поэтому вот так вот хорошенечко всё приглаживаем. И теперь, после того, как мы эту ручку сделали, вы сделаете точно так же вот здесь ему ручку вот так же набрать объём. И здесь точно так же. Вот. Я думаю, здесь уже всё понятно. Вот. И вот здесь вот просто... Ой, штаны, штаны, штаны. И вот здесь вот просто нужно взять стеком и... Сейчас засох мой стек и... Вот так вот выделить такой полосочкой, отделить ручку вот так от платьишка. Очень просто. И вот здесь вот такие нерезки, а плавные такие переходики сделать. Ну и всё. И ещё раз здесь это проглажу. Вот платьишко без рукавочка такая будет у неё. У неё платьишко без рукавочка. Так. Ну вот, собственно, и всё останется только нам. Это всё уже вы сделаете. Но мне здесь останется ещё подработать штанишки, ручки. Вот у меня здесь прям уже высыхает и уже отделяется друг от дружки всё это. Вот я это всё здесь ещё проработаю. Вот. И у нас останется приклеить потом их вот сюда вот на нашу веточку. И вот так я вам буду показывать на веточку. Сделать. Потом мы их распишем. Сделаем им цветочки ей. Вот так у неё обнимашки будут такие у них. И я думаю, что уже будем на следующем уроке уже будем расписывать. Так что всё доделается. Вот. Я думаю, что здесь уже всё понятно. Я, видите, поскольку мог это там здесь сидела, делала, и это всё у меня приимялось. Нужно дать этому всему, конечно, высохнуть. Но ничего. Сейчас я пока оно ещё свежее всё это немножечко подработаю. Ну вот, мои дорогие. Да. И уже следующий урок будет по котикам завершающий. Вот. И на сегодня всё. С вами была Ольга. Канал Бугуарт. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok